5 и 6 декабря на базе Академии ФСИН России проходит международный пенитенциарный форум. Главной его задачей является обсуждение основных направлений развития уголовно-исполнительной системы России, а также обмен опытом с иностранными коллегами, работающими в системе исполнения наказаний. В форуме приняли участие 42 спикера из 15 государств. Система в этой области развивается очень динамично. Мы говорили, что помимо Академии есть еще и учебный центр, достаточно современный. Есть проблемы, но они решаются. Мы как раз говорили на эту тему, как совместными усилиями, чтобы руководство области, руководство службы совместными усилиями продвигало и улучшало и материально-техническую базу Академии. Потому что я могу сказать, что Академия – это уникальное учебное заведение. Оно практически единственное такого широкого профиля у нас в стране. И плюс к тому, что мы как раз на этом форуме будем обсуждать возможность участия в обучении наших коллег из стран СНГ. А это тоже накладывает отпечаток на профессиональный уровень специалистов и профессионального преподавательского состава. То есть здесь все в совокупности и, конечно, без руководства области мы вряд ли что можем сделать. Также участие в форуме приняли представители органов государственной власти Российской Федерации и общественных организаций. Кстати, события такого масштаба, как в Рязани, так и в стране проходят впервые. Встреча участников форума в нашей области, несомненно, поднимает статус региона. Об этом сообщил губернатор Олег Ковалев, который также присутствовал на торжественном открытии форума. Надо развиваться, надо укреплять академию. Это хорошая база для подготовки специалистов для пенитенциарной системы. Она имеет такое даже значение не только общероссийское, но и здесь готовят специалисты и Азербайджан, и Казахстан, и так далее. Поэтому, значит, надо укреплять базу. Мы говорили о том, что внедрение новых систем обучающих, о строительстве новых корпусов. Конечно, это непросто в условиях нынешней экономической ситуации в России, но мы пришли к взаимопониманию, что развивать будем. Надо летний лагерь, вернее, загородный лагерь, где СИН, это все-таки военизированная организация, и загородная учебная база, она должна быть более, так будем говорить, оснащена, более лучше иметь подъезды, все с тем, чтобы давать еще и полевую выучку специалистам. Поэтому вот эти темы мы обсудили. Я думаю, взаимопонимание у нас есть, будем дальше продолжать работать. Ко всему прочему, в стенах Академии открылась выставка, на которой представлены образцы новой формы одежды для осужденных, макеты исправительных учреждений нового типа, выпускаемые предприятиями уголовно-исполнительной системы продукции, а также современные технологии, связанные с обеспечением охраны и безопасности. Обратите внимание, что в данной системе полностью проинтегрирован беспилотный летательный аппарат, и при пересечении периметра беспилотник занимает позицию над сработавшим датчиком, оператор имеет возможность управлять им мышкой на клавиатуре вправо-влево, потом нажимает кнопку посадка, беспилотник сам полностью автоматически осуществляет посадку. Официальная часть формы завершилась конференцией, на которой ее участники отвечали на все интересующие прессу вопросы.